антонина наша с утра уже бутербродов наделала будем завтракать я кашу заварила но это может вечером может завтра утром она сейчас вся разбухнет кашу всю зиму так ну я в гордом одиночестве иду на пляж ноги в мозолях еле канделяю но я пошла у нас последний день здесь в лазаревке если бы не пойти на море это не мое надежда николаевна осталась дома она устала верни как она разочарована в море все время штормит я все штиль обещала брю утром утром вчера пришли опять утром войне вчера позавчера и опять штормит и вчера то не ходила утром с илюхой тоже штормила еще так волны она на ногах плохо держится когда волны поэтому я буду в бассейне плавать ну пусть плавает бассейн илья с тони выбирают либо они в аквапарк идут либо они на джиппинг едут там решают дома куда вот а я поэтому 1 иду на пляж мне все равно волны не волны я искупаюсь по-любому немножко полежу по загораю и потом домой поеду тони обед уже приготовила у нас в репертуаре макароны плюс то ли сардельки там сардельки помдано сделала так что у меня теперь голова не болит где же николай нас утра покормили и все и отчалили у нас в гостевом доме мужчина есть каждое утро рано встает и все время сообщает там вот сегодня он говорит о сегодняшний прям горд волну вообще нету и влюбок а время было 6 я говорю о вы уже с утра сгоняли на море он он говорит нет я веб-камеру смотрю онлайн показал нам ну правда стильную надежды николаевны нет будет бассейне хлюпаться в этом тротуар поливает или деревья а и травку деревья да прям шлангом поливает мужчина со своего двора кстати видимо сам посадил дерево так он вообще асфальт весь моет тротуар молодец какой смотрите тут все помыл своей водичкой чтобы пыли наверно не было респект ему за поливалку смотрите сколько он полю а еще пока не забыла передаю пламенный привет нашим зрителям уже трое отписались двое тут живут одна здесь отдыхает вот так то что всем горячий привет народу еще мало время 739 вода вижу прозрачное прозрачное в море но волна все равно есть вот эта прибрежная тут найдет как раз ее и боится а там дальше смотрите вообще хорошо чуть-чуть покачивает и все ну в общем буду отдыхать наслаждаться морем лежать буду кайфовать ну вот такое сегодня море кстати немножко прохладные вчера очень теплая была сегодня прохладная потому что утром наверно но может течение смеется ладно друзья буду купаться плавать прячу телефон что он и 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 при Купалась я, купалась и поехала домой. Думаю, Тетя Надя тут одна, молодежь уехала, вот и приехала домой. Приехала, она спит. А я по дороге купила в столовой ей блинчики с творогом, а себе сырники любимые. Правда, попросила ничем не поливать, а они взяли сгущенкой и полили. Ну, блин, ладно, будем есть со сгущенкой. Это бы Михалыч обрадовался, а я вот не очень. Пойду сейчас кофеек себе поставлю и поем. А то утром один бутербродик съела и пол чашечки чая. Смотрите, киви сколько, сколько киви. Вам, наверное, их плохо видно, ну-ка вот так. Села здесь под навесом, потому что там осы просто достали. Здесь их поменьше. Мои сырнички и кофе три в одном. Надежда Николаевна не стала будить. Пусть спит, отдыхает перед дорогой. Завтра утром мы уже едем домой. Сырники меня разочаровали. Практически манка. Я творог тут не чувствую вообще. Как будто, знаете, бисквит. И очень-очень сладкие. Еще и сгущенка политика. Ну, буду есть. Куда деваться? Домой приеду, куплю творог и сделаю настоящие сырники. Все, кофе с собой беру. Я надеюсь, в блинчиках уйти. Надя, творог имеется. Потом расскажет, покажет. Так, чем займусь? Буду все-таки монтировать видео и пытаться загружать. Ровно сутки я загружала. Так и не загрузилось видео. Очередное. И проблема не в интернете здесь, в гостевом доме. А проблема в моем ноутбуке. Потому что в телефоне интернет летает. Очень хорошо. А ноутбук не тянет. Ну, ему уже сколько лет? Шесть, наверное, больше. Да, лет шесть. Так что скоро надо будет заняться вопросом приобретения нового ноутбука. Ну, как скоро? Не знаю, как скоро. Я поспала маленько. Надежда Николаевна тоже поспала. Мы так хорошо с ней сегодня вечер. Ой, вечер. День проводим. Тоня нам наготовила. У нас еще суп есть, вчерашний суп, лапша, который я варила. А Тоня приготовила нам макароны с этими сардельками. Обжарила их. Принесла нам. Вот в холодильнике лежит еда. Да, заботушка наша. Они, короче, с Ильей поехали на джиппинг до самого вечера. То есть три часа поедут. И вечером они только вернутся. И вернуться они домой не придут, сказали. Они поедут на море, на пляж. И там хотят либо весь вечер провести, накупаться вдоволь, либо до утра они хотят. Я говорю, вы смотрите. Мы, говорю, по-любому в 7 часов 12 минут мы отчаливаем из дома. И едем на вокзал. И все. И у нас утром поезд идет в 9.25. А вы, говорю, как хотите. Мы-то, говорю, точно поедем домой. Ну, в общем, молодежь развлекается. Я хочу вот что еще сказать. Прочитали сейчас в 15 комментарии. И там многие писали, что типа вот там где-то в дыре в какой-то поселились участника. На горе, да высоко. Друзья, никто этот отдых не планировал. Просто поставили перед фактом. Приехали люди в августе месяц. Им скоро уезжать. И именно в августе. Я бы в жизни не поехала в августе. Я и Тони сейчас говорю, что в следующий раз поедете. А август нет. Во-первых, дорого. Все дорого. Много народа. Очень жарко. Лучше июнь месяц. Вот. По деньгам это в самый раз. И тогда можно будет снять и поближе к берегу, и не на горе. Хотя нам на горе очень нравится. Сейчас смотрю в окно. Какой вид красивый. Да. То есть не от меня зависело вообще, где мы будем снимать. Ну, люди ехали из Ангарска через всю Россию. И я сейчас буду им предлагать на первой линии. За баснословные деньги. Там, во-первых, все занято. Богатеньких много. Во-вторых, у них зато деньги остались. Вот сейчас заплатили за жилье недорого. Да, я считаю, что это очень недорого. Зато у них остались деньги на развлекушечки всякие. Поэтому это здорово. А так можно, конечно, снять фешенебельный номер и потом палец, или как там, сосать. Или зубы на полку. Палец сосать. Ну, вы поняли меня, да? Вот. Поэтому вот мы за такой отдых. В этот раз у нас так. Но вспомните, последний раз я ездила. Какие номера я сняла в отеле. Я могу себе позволить. Но почему я должна кого-то из нашей компании просить тоже? Давай в таком жилье остановимся, да? У людей свой бюджет, свои деньги. Поэтому, ну... Но вы меня поняли, короче. Не буду больше вот это рассказывать. Так, всем остальным, всем остальным, кто поддержал наш отдых, всем огромный-огромный привет. Тетя Надя тоже передает привет. Да. Сейчас мы около часа читали комментарии. Я где-то там немножко отвечала, сердечки ставила. Спасибо всем огромное за ваши комментарии. За то, что вы вместе с нами отдыхаете, купаетесь, веселитесь. Едите нашу домашнюю еду. Какую мы едим, да? Я, кстати, когда с Михалычем ездила на море, я всегда вредничала. Я говорю, я готовить не хочу. Хватит, все, давай отдыхать от готовки, от всего. И тем не менее, все равно, я что-то вижу на рынке. Там какие-то овощи, фрукты, либо там рыбу какую-то. Все, давай готовить. То есть я не могу долго без готовки. Поэтому готовлю здесь с удовольствием. Пусть даже какие-то спартанские условия. Со второго этажа спускаемся вниз на кухню. Продукты все здесь. Вот на разнос все я кладу себе. Все эти свои картошки, морковки. И туда несу, и там готовлю. Мне нетрудно. И все здесь так отдыхают. Зато у нас бассейн шикарный. Глубина вот так. Ну, мне. Водичка чистая. Каждый вечер ее чистят. Ну, классно мы отдыхаем. Что бы вы там ни говорили. И горка нам нравится. Правда же? Да. Мы теперь приноровились на автобусе. Вжик-вжик и в Геленджик. Вот так. У нас еще... Нам, кстати, завтра утром уже ехать. У нас еще осталась картошка. У нас есть суп вчерашний. Вот сейчас полную кастрюлю принесли. Макарон и сардельки жареные. А картошка у нас остается. Я думаю, что я сегодня ее вечером пожарю. И в контейнер сложу. Вот у меня. Ой, блин. У нас там еще и каша заваренная. Никто не ел. Ладно. Сейчас ее в холодильник положу. Поставлю. Освободим контейнер. Съедим эту кашу. И пожарю картошку. У нас еще помидоров полно. Перец болгарский. То есть все, что я везла. Надо все это съесть. Правильно? Либо с собой в дорогу взять. Потому что дорога тоже... Сколько мы там? Семь часов, наверное, будем ехать. Ну, около... Да, около семи часов. Поэтому все равно там... Чем еще в поезде заниматься? Спать да есть. Друзья, вот вы все пишите. Вот действительно, знаете, вот каждый отдыхает по-своему. Кто-то любит в ресторанах отдыхать. Да, пожалуйста. Я развед... Вот даже посмотрю видео, что кто-то в ресторане питается. Хоть дома вы питаетесь. Хоть на юге. Да мне что? Трудно, что ли? Или как? Завидно, что ли? Я не знаю. Но я порадуюсь за человека. Вы хоть каждый день ешьте в ресторане. Ходите, гуляйте. Кто-то, я не знаю, там дома готовит до озури. Тоже это ваш выбор. Поэтому будьте спокойней к чужой жизни. Это вот один комментарий какой-то я сейчас прочитала. Такое ощущение, что недовольная свекровка чья-то пишет. Думаю, Боже мой, не дай Бог такого человека в родне держать. Вот не дай Бог, правда. Вот у меня свекровка, вот Царствие Небесное, она мудрая была женщина. Я уже это говорила в одном из видео. И так же от отца своего смотрю, да, тоже. А, кстати, еще на один комментарий сразу же отвечу. Раз уж я распалилась тут отвечать. Потому что всем не ответишь, это долго на все видео. Сейчас просто сидели, отдыхали с теть Надей. И я говорю, давайте почитаем комментарии, где-то кому-то ответим. Значит, одна женщина написала. Лучше бы у отца подольше пожила, только и говоришь о любви к нему. Типа, а сама на море уехала. Я не знаю, насколько вы к своим родителям, к своему отцу, вернее, приезжаете. Месяц живете, надоедаете там. Я знаю, сколько я могу прожить у отца, чтобы старикам не надо есть. Это я к маме могла приехать надолго и два месяца жила. Но это мама, тоже это, поймите. Тетя Валя мне не мама. Я не хочу напрягать людей, подольше там оставаться. Им же отдохнуть надо. Я знаю, что отец, когда у них гости, вернее, когда гостей нету, он в обед всегда спит. Он идет отдыхать. Тетя Валя не спит днем, она все время копошится. Но это тоже же напряжно. Приехала в гости, я же тоже, я же не дочь. Конечно, я помогаю там по мере возможности. Что-то готовлю, либо там в огороде. Потом эти сливы, не сливы называются, а водостоки почистила. С Леной вместе мы чистили, лазили там по крышам этим. Просто это я не снимала. То есть по максимуму, или как нет, по минимуму, да, я что смогла, то сделала. Я понимаю, что вот он сидит уже зевает, ему надо отдохнуть. Я же не к молодым приехала. Я даже к своей сестре приезжаю тоже два дня и все. К дочери приехала два дня и все. Какие гости, это что приехала, и две недели у них буду сидеть просто. Надоедать? Нет. Поэтому вот если вы ездите по гостям на месяц, езжайте, отдыхайте, гостите. Я вам не запрещаю. А я вот так. А папку любила, люблю и буду любить. И сколько мне надо, столько и буду гостить у него. Вот так. Вот он наш обед. Мы уже съели, я даже не сняла. Очень вкусные сардельки, только шкурка немножко жесткая. Пришлось ее убирать. Макарошки вкусные. Сейчас чаек попьем и пойдем в кабинет свой. Мы сегодня батоним, валяемся, смотрим телевизор. Какие-то там сериалы были. И это тоже отдых. А, и еще хочу рассказать, как мы оказались в Лазаревском. Вообще, когда Раиса Ивановна предложила съездить на юг, потому что Тоня и Илья не были ни разу вообще на море нигде, на черном, речь шла вообще об Адлере. То есть, чтобы пальмы там, чтобы вся эта красота. То есть, если уж показывать, то Сочи и Адлер. Я давай искать, лопатить жилье. Смотрела, как дурак. Первую линию. Боже мой, какие там цены. Я сейчас вот даже назвать не могу. Вот за нас, за четверых. Сначала мы искали вообще четырехместный номер. За нас, за четверых. Минималка, по-моему, была 27 тысяч за пять дней. Да, 25 не могла найти. Минималка 27 было. И то там было, ну, такое, такое себе жилье. Я давай уже смотреть на второй линии. То есть, где вот напротив вокзала, кур, городок. Вот это выше улицы Медовая, Православная. Кто вот знает эти районы. Уже там давай искать жилье. Там еще дороже. То есть, я три ночи сидела, лопатила цены. Начала с Адлера. Потом Сочи. Потом Лоо. Потом думаю, ну, в Лоо что там? Дорога до улицы, больше ничего нет. Все-таки Лазаревское, это такой поселок, в котором можно... Ориентир-то был на ребенка, на Илью. Потому что он... Ну, тетя Надя уже была в Сочи, в Адлере. Вот. Ей только море покупаться, где-то отдохнуть, полежать. Телевизор посмотреть. А Илье, ну, понятно, надо ребенку либо аквапарк, либо вот как сегодня они на джипинг собрались. Эти... Кто они, скажите? Морские всякие развлечения. Вот. И... Сейчас, секунду. Надо много рассказать. В общем, я искала-искала. В Лоо я нашла по нашей ценовой политике. Тоже номера. Два двухместных. Что-то там 24, что ли, тысячи было. То есть, нормально было. Прямо недалеко от моря улица Алтайская. Ладно. Думаю, ну, в Лоо поедем. Ну, что он там в Лоо будет делать? Ну, действительно, дорога. И там вдоль трассы гулять, что ли, как-то не очень. Вот. А здесь в Лазаревке можно и погулять. А потом, думаю, почему бы не Лазаревская? Вот так. Вообще у нас билеты были куплены до Адлера. И обратные у нас билеты с Адлера идут. Но мы сядем в Лазаревке. И не бронировать, я понимала, что жилье еще можно найти, да, самим. Не бронировать я не могла только потому, что у нас поезд приезжал вечером. На ночные поезда, как я обычно езжу, да, вечером сел в Краснодаре, а утром уже в Адлере. Если бы мы таким утренним поездом приехали, то, конечно, можно найти жилье спокойно, с чемоданами прокатились и нашли. Ну, это день. А когда мы в 19, там, с чем-то в 19.50, что ли, наш поезд должен прийти в Адлер, думаю, уже все это дело после заката. Куда я пойду с полными этими, с продуктами, с чемоданами, с тютнадей и тому подобное, мы уставшие будем. Я понимаю, что в поезде там действительно бывает жарко, когда на стоянке длинной стоят. То есть измученные поездом и еще искать жилье. Попробуй найти, была бы я одна или вдвоем хотя бы, это легче найти, чем найти в одном гостевом доме, например, да, два жилья, две комнаты. Поэтому у нас выбор Павлана Лазаревская, потому что мы приезжали сюда в 16.30 у нас, по-моему, приезд был. Да, и мы вполне в дневное время приехали, доехали на такси до нашего жилья и еще успели на море сходить в этот же вечер. То есть все удачно получилось. И вот когда я стала в Лазаревском смотреть жилье, первая линия, которая до железной дороги, кто знает, да, до улицы Победы и немножко даже дальше улицы Победы, где ровная местность, все занято. Я вот на всех сайтах смотрела, мест нет, мест нет, мест нет. На ваши даты мест нет, выберите другие даты. На другие даты я не выбирала. Кто-то там умный написал, типа, можно было две недели подождать и в сентябре, типа, съездить. Ну так извините, Тоня-то уедет, у них скоро поезд обратно в Ангарск. Поэтому тут вот все собралось в кучу и у нас вот образовался вот это жилье. Теперь, значит, у нас зрители спрашивают про цену, что я не озвучила. Я вам объясняю так, я бронировала через сайт Твил, по-английски ТВВ и ИЛ. Только там я нашла на наши даты вот эти вот, вот этот гостевой дом. Мне понравилась цена, мне понравились отзывы о хозяевах и это действительно так. Это никто не выдумывал, это не сами писали. Реально строгая хозяйка, ну как строгая, она вначале все правила объявила и все. Только соблюдайте правила и все. А правила-то нетрудные, да, после 23-х не собираться где-то там на кухне, никаких посиделок с питьем там спиртного. И в бассейн шапочки. В принципе-то больше и не было правил никаких, да. Туалет у нас на два двухместных номера. Вот сейчас первый раз увидела нашу молодежь, которая за стенкой у нас живет, которая тоже ходит в наш туалет. Они постоянно где-то на пляжах, наверное, купаются, на море. Сейчас только вот встретились, да, на балконе? А так мы даже и не знаем, кто у нас за стенкой. Тишина, тишь, да гладь. На два номера вот душ, туалет. То есть очереди никакой. Итак, про номера. Значит, я забронировала, там четко стояла, значит, два номера у нас было. Один, вот этот был номер наш, двухместный, туалет на два номера и душ там за стенкой. Он стоил восемь тысяч. Значит, и второй номер был свободен, свободный для бронирования. Я его забронировала. Он стоил восемь пятьсот. Значит, это в том... Да. Все, молодежь поехала на джиппинг. Обещали чего-нибудь поснимать там, что у них получится. Все, давайте, удачи. Мы будем вас ждать. В любом... К поезду придете, давайте, счастливенько. Хорошо отдохнуть вам. На чем я остановилась? Ага. И тот номер, который в большом доме хозяйка показывала, то есть двухместный, без балкона который... Он побольше номер, чем этот. Хотя там все то же самое, только побольше. Единственное, там общая вентиляция идет, или общее кондиционирование в этом доме. И два туалета на восемь номеров. А там есть даже четырехместный номер. Один, наверное, или два, не знаю. То есть там получается, что может быть и очередь была бы в туалет. И там еще белье негде вешать. У нас вот мы вышли из номера и повесили белье на веревочке. А там надо на улицу выходить. И во дворе, вот где площадка, где это барбекю, где шашлычница, вот туда носить. Это ж я каждый раз, вот купальник, полотенце, там подстилушки все эти. Вот, поэтому хозяйка предложила, конечно, нам в тот номер. И я отказалась. Когда я снимала обзор, вы, наверное, слышали, да, что, Алена, вы можете туда, я бы вам. Что все по-честному, раз мы 8500 заплатили. Я говорю, не, не, нам тут удобно, второй этаж, все рядом, здесь туалет рядом, все хорошо. Ну, подумаешь, там 500 рублей. Ладно. Вот, и что через ТВИЛ получилось. Значит, изначально один ваучер потерялся. А, я заплатила, забронировала, там же в ТВИЛе платно. За один номер я заплатила 1700, вот за тот, за дорогой. А за другой бронь я заплатила 1600. То есть это уходит ТВИЛу, сайту, то есть не хозяевам. А хозяевам должны прийти ваучеры, то есть что у вас вот есть два номера забронированы на вот такие-то даты. Ну, как их уведомляют. Это хорошо, что у хозяев были свободные номера и нас заселили. А так, говорит, она, ну, имела ваучер именно на один номер пришел ваучер. Но потом разобрались, через двое суток или через полтора суток пришел еще один ваучер. То есть поздно им отправили наши ваучеры. Ну, ладно. И в итоге мы должны остатки только заплатить. Должны были по 6800 с каждого номера. Заплатили мы и все. А так, если бы не через ТВИЛ, если бы я знала заранее, что есть такой гостевой дом, вот как сейчас, да, есть такие хорошие хозяева, есть отличный бассейн, есть все условия для отдыха, я приезжаю сюда и плачу не 8000 за номер, а 6800. Вот и посчитайте, за 5 дней 6800 разделите на 5. И это получится цена за сутки именно в августе месяце. В сентябре это будет дешевле, в октябре еще дешевле. А, кстати, зимой, я думаю, что зимой они тоже сдают, я вот не спросила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!